отношениях Азербайджана и Армении, конфликтах, кризиса и так далее. Учитывая тот факт, что Европарламент все-таки это прямое представительство депутатов, и все его резолюции носят, скажем так, консультативный характер. Ну, вот вчера у меня с Вархадом был разговор на эту тему. Вход до того, что Азербайджан очень сильно не то, что не был недоволен, даже обижен на Европарламент, вернее, не на Евросоюз, нужно хорошо. Обижен на Европарламент за тот тонн. Ну, фактически там повторены все армянские формулировки. Это про что? Да, я согласен, что Европарламент, его решения имеют рекомендательный характер. Но это орган Европейского Союза, который имеет собственные авторитеты, набирает вес. И к его прислушиваются, к его резолюциям, понятное дело. Поэтому говорить о том, что надо рекомендательный, на это не надо обращать внимания. Нет, на это надо обращать внимание. Мелочей в дипломатии не бывает. Я очень хорошо понимаю, что главный приоритет Азербайджана – это отношение с Европейской комиссией, а не с Европейским парламентом. Но в Европейской комиссии страны, депутаты которых голосуют в Европейском парламенте. Поэтому, если Европейский парламент принимает какую-то резолюцию, это означает отражение умонастроений избирателей Европейского Союза. А с этим будут считаться все потом, в том числе и Европейская комиссия. В какой мере, в каких проектах, как это повлияет на решение – это другой вопрос. Но мелочей здесь не бывает. Я думаю, что вот эти положения, которые в отношении Азербайджана были утверждены Европейским парламентом, они говорят о том, что для азербайджанской дипломатии есть очень широкое поле работы. В Брюсселе. И конкретно с Европейским парламентом. С этими людьми надо работать, с ними разговаривать. Это вопрос не в том, что нравится тебе, не нравится, ты обиделся или не обиделся и так далее. Если бы дипломатия была таким комфортным делом, которое бы позволяло тебе разговаривать только с теми людьми, которые тебе приятны, и с которыми можно найти легкий общий язык, то это не главное в дипломатии. Главное в дипломатии как минимум из своих противников делать нейтральных, нейтрализовывать своих противников, из нейтрально относящихся к тебе делать собственных друзей, а из друзей, которые у тебя есть, делать еще более последовательных и верных друзей себе. Последнее, кстати, нам не удается с Украиной. Мы сделали все для того, чтобы сохранить этот высокий уровень нашей дружбы, отношения, доверия с Украиной и так далее. Возвращаясь к Азербайджану, я говорю, что мелочей здесь не бывает. Я вижу, что есть очень серьезные и большие аргументы у Азербайджана. Очень большие аргументы. Я думаю, что азербайджанские дипломаты, я их многих знаю, очень уважаю, это очень талантливые, профессиональные люди и так далее. Я думаю, что они найдут соответствующие аргументы. Единственное, конечно, я не знаю, как с этим, если есть какие-то принципиальные решения в связи с тем, что там не нужно нам работать вообще с ними, если они так относятся к этой проблеме и так далее. Но вот это может быть проблема. Я думаю, что это было бы неправильно. Работать нужно со всеми, доводить свои аргументы нужно для всех, если тем более, что эти аргументы есть, а они есть. Потому что мы все время говорили о том, что, например, есть лачийский коридор, есть коридор, который связывает основную часть Азербайджана с Нахачевами. И там тоже есть какие-то определенные обязательства. И здесь есть. Говорили о принципе взаимности. Принцип взаимности – это очень хорошо понятный всем дипломатам принцип. Без принципа взаимности дипломатия не бывает, Гела. Как строятся договоры? Две договаривающие стороны договариваются о том, что для наших граждан будет такой режим в вашей стране, для ваших граждан будет такой режим в нашей стране. Не бывает по-другому, что нашим гражданам у вас можно все, а вашим гражданам у нас нельзя ничего. Так не бывает. Это не принцип взаимности. Принцип взаимности – это основополагающий принцип дипломатии. Так же, как и легитимность. А легитимность – это кодекс, свод принципов и норм международного права. Вот это легитимность и принцип взаимности. Наряду с теми принципами, которые там известны, много раз говорили. Поэтому в этом контексте у азербайджанской дипломатии есть очень много аргументов. Эти аргументы надо доводить. Надо доводить, надо ходить в этот парламент, встречаться с людьми, объяснять позиции, приглашать их в Азербайджан, чтобы они видели своими глазами, что и как там происходит. Говорить, например, в частности о том, что принцип территориальной целостности не подлежит никакому. И все, что угодно, можно о чем угодно говорить. Но о принципе территориальной целостности, в общем-то, это такой принцип, который никто ни в Европе, нигде не поступит с этим принципом. Это очень понятная позиция. И по территориальной целостности, и по принципу взаимности, и по динамике ситуации объяснять, как и что происходило, и как. Пять принципов. Пять принципов. Но почему бы, например, не пролоббировать, не пролоббировать в европейских структурах поддержку пяти принципов, с которыми вышел на переговоры Азербайджан. Мы об этом много раз говорили, об этих пяти принципах. И, кстати, их тоже восприняло, и Армения нормально их восприняла, да и любое государство их воспримет, потому что они в полном соответствии находятся с международными нормами и принципами международного права. Вот поэтому я вот в этой резолюции увидел огромное поле работы для азербайджанской дипломатии в Брюсселе. Скажу так. Еще один момент, который вызвал дедовольство Азербайджана, это размещение в Армении миссии ЕС без согласования с Азербайджаном. Ну, что, в общем-то, по мнению того же Фархада все больше отдаляет ЕС от роли честного посредника. То есть, фактически, ну, во-первых, начнем с того, насколько миссия ЕС важна и насколько нужно было согласование с Азербайджаном в данном случае или переговоры с Азербайджаном. И второе, вот то, что отдаляет ЕС от роли честного посредника, это означает, что вот этот самый главный, самый интересный трек «Брюссель-Париж», ну, не Париж, Париж, что-то оговорка по Фрейду, «Брюссель-Прага», который мог бы привести к мирному договору, но он фактически закончен, получается, или, как минимум, находится в серьезном кризисе. А какой миссии идет Лечкина? Миссия наблюдателей такая же, как у нас, только гражданская. Ну, она же была у нее, это было... Она была двухмесячная, она была по соглашению с Азербайджаном, а сейчас речь идет о том, что она будет размещена там на долго, по-моему, на год или на два, и без, скажем так, у Азербайджана вообще не спрашивали, в данном случае. Ну, потому что эта миссия размещена, собственно, в Армении. В Армении, ну да, это вот та самая «Танцы при Луне», я же, помнишь, ты говоришь, вот кипать. Да, «Танцы при Луне». Ну, это еще раз говорит о том, что у азербайджанской дипломатии в Брюсселе есть очень широкое поле деятельности.